Алина, здравствуйте! Добрый день! Я рад снова приветствовать вас в эфире вашего YouTube-канала, а также рад всем нашим зрителям и слушателям, которым, я уверен, понравится наш очередной выпуск. И, как всегда, я напоминаю вам о том, что помочь в развитии нашего ресурса вы можете по реквизитам, которые вы найдете, в описании к этому видео. Также там будет короткая ссылка на YouTube-канал Алины Витухновской, которую я очень прошу вас распространять как можно шире в ваших соцсетях. Итак, мы начнем с нашего первого вопроса Алины. Не по теме. Там В. Милов, признанный на агентом ВРФ, жжет, возложил всю ответственность на россиян за поддержку режима и так далее. Все в таком духе. Прокомментируйте, пожалуйста, Алина, эту новость. Я думаю, что это распространяется из определенных соцсетей, вот где идут все скандалы и интриги, но они совершенно профанические, потому что там всегда вырываются высказывания из контекста, и лепится какая-то фраза, и люди начинают реагировать, и постфактум почему-то считается, что человек именно так и сказал. Но даже если мы посмотрим вырезанный кусок речи, а он уже вырезан из контекста, значит, передан, ангажированно и тенденциозно, мы увидим, что данный политик, хотя политик условно и всерьез я его не воспринимаю, я не его поклонник. Но здесь стоит отметить ради справедливости ничего подобного он не говорил. Он, как и другие публичные политики, находящиеся за границей, к сожалению, должен варьировать между желаемым и дозволенным, исполнять какие-то дипломатические песни и пляски, немножечко уменьшать роль Запада и увеличивать Россию, но совершенно очевидно, что он не хочет это делать, россиян, простите, он не хочет это делать, и он этого не делает. То есть послушайте речь, этого нет, это вброс. Здравствуйте, Алина Александровна. Правда или фейк, что россиянин, единожды побывав в Европе, получает де-факто карт-бланш от европейцев на любые последующие разы посещения Европы? Ну, это какая-то абсолютная ерунда. Я не знаю, откуда вы это взяли. Конечно же, это фейк. Более того, у многих россиян, в том числе протестных, есть большие проблемы с пребыванием за границей, и этот вопрос, который, безусловно, надо решать, это же и большой вопрос к нашей уехавшей оппозиции, почему она все-таки не озаботилась тем, чтобы помочь уехавшим россиянам с документами, с проживанием и так далее. Вот у них была бы база, та база электоральная, которую они теряют здесь. Но даже не электоральная, а просто база. Советский прядь создавал советского человека. И это было сделано в какой-то степени. А какой человек получится в результате сегодняшней действительности, с ее катастрофами, ужесточением, ограничением, избытком информации и так далее? Я думаю, что на выходе нас ждут два типа человека. Это субъекты и свободные индивиды. С одной стороны, которые будут в меньшинстве, это те, кто смог противостоять внутри, всему происходящему внутри и снаружи, у кого был и не только. Тут я не буду говорить, что, ах, душевную силу, и вы прорвете все преграды. И тот, у кого были материальные возможности пережить данную ситуацию. Субъекты с одной стороны и мутанты, зомби с другой. Почему мутанты и зомби? В этом нет никакого презрения. Нет. Это констатация. Стресс, возложенный этой исторической катастрофой на современного человека, несоразмерен с его психическими и физическими возможностями. Сколько в состоянии вынести человек? Кажется, что много. Но это только кажется. Когда нам показывают крепких людей или говорят даже мне, да посмотри, сколько всего ты вынесла, и вот ничего. Так всегда надо спрашивать, какой ценой. Всегда надо спрашивать, что происходит внутри этого готового, якобы к другим препятствиям человека. И я думаю, что, да, потери гуманитарные, гуманистические, в высшем смысле этого слова, не в профаническом, они на десятилетия, а то и на века. Из вот этой катастрофы придется выбираться веками. И я вообще не утрирую. Это катастрофа вселенского масштаба. Просто ее последствия еще не осмыслены. При этом, да, это метафизический, экзистенциальный аспект. Политические, экономические ситуации можно выплататься за 3-5-10 лет. И, ну да, я вам это гарантирую. Это возможно. Алина, а читаете ли вы вслух коту? Как часто кормите шерстяного секретаря? Так, ну, коту смотрит со мной фильмы. Правда, я смотрю их редко. Кот читает со мной новости. Кот слушает мои беседы на всевозможные темы и накручивает все на уз в буквальном смысле слова. То есть он политически грамотен. У него своя кошачья позиция, которую, возможно, он озвучит уже на телевидении, когда ситуация изменится. А почему бы и нет? Будет специальный выпуск «Котов для котов». А что касается еды и воды, она у него всегда свежая и всегда в избытке. Он живёт, что называется, как сыр в масле катается, или как кот в масле, или как кот в вискосе, хотя вискосом я его не кормлю, а кормлю более хорошим кормом. Алина, а вы любите детей? Такой вопрос с подвохом. На самом деле, я полагаю, что дети – это такая социальная прослойка, которая находится в самом уязвимом положении. И как только политическая ситуация переформатируется, и у нас будет возможность влиять на законодательство, надо будет сделать так, чтобы это уязвимое положение становилось всё меньше. Надо делать так, чтобы дети были защищены. И часто в своих неполитических, но экзистенциальных рассуждениях я исхожу из ситуации, когда я скорее ставлю себя в роли ребёнка или подростка, чем взрослого. Поэтому я как бы к ним ближе. А вот это вот всё сказать, что я люблю всех детей или появиться с ребёнком на трибуне, ну, мне кажется, что это такая политическая, эстетическая пошлость и некоторое лукавство и лицемерие, потому что всех детей не любит никто. То есть любят своих детей конкретно или не любят. Но когда говорят всех, всех это, в общем, никого. Ещё раз, что у нас будет особый упор в политике на то, чтобы на защиту прав детства и прав ребёнка. Понятно. Вопрос и к вам, Алина, и мне. Алина, в ваших и Антонах произведениях часто упоминается о пустоте, ничто и развоплощении видимого мира, как некой высшей цели, компонирующей инерцией бытия, рождённой традиционным восприятием Бога. По-видимому, это своеобразная метафора и призыв на переустройство мировосприятия, но почему она вызывает довольно мрачные Мефистофелевские ассоциации? Ситуация довольно сложная для меня, потому что мне надо, чтобы моя публика чётко разделяла мои политические воззрения и мою политическую риторику от метафизической, экзистенциальной, философской и так далее. Мне кажется, что это очень просто. Но здесь история такая, как не надо же там стихи воспринимать буквально, но вы же, надеюсь, не воспринимаете их буквально. Здесь то же самое. То есть метафизика и философия хороши тем, что там можно высказывать радикальные идеи, которые, да, суть являются метафорой. Когда мы говорим метафизики или философии о разрушении, мы не имеем в виду реального разрушения и, конечно, не хотели бы, чтобы нашими образами таким образом пользовались. Я надеюсь, что моя публика это понимает. Вообще, в политической плоскости я бы избегала таких действительно деструктивно-депрессивных тем. То есть я прекрасно отдаю себе отчёт, какую это реакцию может вызвать у обывателя. А обыватели и так запугали все. Его запугали политики, потому что устроили репрессии и всё прочее, что мы сейчас наблюдаем в официальной политике. Его запугала оппозиция мантрами об ответственности, чувстве вины и о беспроспективном будущем. А мы должны идти к массам с позитивом. И какой же получается удивительный парадокс, что тот, кто вечно говорил о каких-то деструктивных материях, вдруг становится самым оптимистичным политиком на российском пространстве без ложной скромности, скажу да. Я самый оптимистичный политик на российском пространстве. Я избавлю вас от коллективной вины. Я подарю вам комфорт и благополучие. Но для этого надо много-много потрудиться и, конечно же, преодолеть этот мрачный период. И без вас мы не сможем это сделать. И за вас никто не сможет это сделать. Я могу ответить на свою часть вопроса также. Я могу сказать вообще, начну с самого простого. Хаос это весело, если так говорить. Но какой хаос? Осознанный, воспринимаемый как порядок, который определяет субъект. Возможно, это не сразу вам, как сказать, будет понятно так в целом, но вектор задан. И вектор, безусловно, положительный, веселый, задорный и очень конструктивный. Я начинал с радикального конструктивизма. И пришел к тому, что он, в принципе, не опасен для человека. Наоборот, он дает ему возможности. Те, которых раньше не было. Ну, я не буду здесь сейчас растекаться мыслью по древу. Вы все это можете прочитать в Томе Хаоса, который также ссылка на приобретение моей книги будет в описании видео. И мы переходим к следующему вопросу. Я допомню. Тогда, да, я, во-первых, хотела сказать, друзья, приобретайте и книгу Антона, Том Хаоса. Это, во-первых, шикарное издание, издательство Перископ. Кстати, давайте его отрекламируем. Это тоже издательство, которое издало и книгу «Иной любовью» и переиздало эту мою культовую детскую книгу «Мертвых». Но хаос Антона и мой хаос, это не то, что совсем два разных хаоса, но все-таки это контекстуально разные вещи. Вот вы здесь не путайте. Но так же, как абсолютный субъект у какого-нибудь философа, это не тот субъект, что у меня и так далее. Тут всегда очень важен контекст. Никогда не надо цепляться просто за слово и реагировать на него. Тем более двух одинаковых хаосов просто не может существовать. Каждый хаос выникален. Следующий вопрос. В свете состоявшегося дополнительного тиража записок материалиста и неонхолического конструктора понадобится ли дополнительный спонсорский взнос на будущее продолжение, например, «Цивилизации Хаоса-2» в целях ускорения выхода в издательстве? Что вам для этого нужно, Алина? Так, друзья, давайте так. Мне, во-первых, здесь никакого не нужного хаоса. Мне нужно, чтобы всё развивалось последовательно. Вот мы собрали деньги на записки материалиста и переиздали его. И сейчас у нас зависло вот это издание. Мы собрали где-то чуть больше половины, в чате две трети. И нужна ещё некоторая сумма. Желательно, чтобы это было быстрее, потому что издательские цены тоже повышаются, как и все остальные. И вот если вы хотите стать спонсором этого издания, минимальный спонсорский взнос 3000, и книга с упоминанием вас выходит, вы её получаете. Соответственно, если вы хотите это сделать, пришлите, пожалуйста, свои данные, как вы хотите, чтобы вас назвали в этой книге. И мы, соответственно, ждём, чтобы Дана Курская, это издательство «Стеклограф», её выпустила. Что касается «Цивилизации хаоса», во-первых, я готова её издавать только после. Я не могу, что когда всё идёт сразу и возникает вот этот самый технический хаос. Я его очень не люблю. Что касается «Цивилизации хаоса», на неё собраны тексты, но они не структурированы. Чтобы их структурировать, мне понадобится один или два месяца. Первая – «Цивилизация хаоса». Она была вот такая толстая. Ну, я надеюсь, что она у вас есть, а у кого нет, приобретайте. И вторая будет примерно такая же. Соответственно, цена на неё, вот эти книги, что мы переиздаём, это копеечные цены для Москвы, это что-то переиздание. Ну, там получается так, что вы не платите за макет и так далее. Это всё придётся делать заново. И это будет совершенно другая сумма. И здесь надо начинать там даже не с 50, а, возможно, со 100 тысяч, чтобы вообще приняться за работу. Потом надо будет найти дизайнера, корректора и издателя. И будет ли стоить само издательство, или кто-то возьмётся так, я не знаю. Но работа, она уже будет стоить. И, скорее всего, ну, поскольку ситуация в России специфическая, скорее всего, и издательство придётся. То есть, это, скорее всего, будет платное издательство. Я пока не могу это предсказать. Но если вам интересен такой проект, и вы готовы его поддержать, напишите, исходя из ваших соображений и каких-то сумм, которые в это могут быть вложены, тогда мы будем искать конкретное издательство и обрисуем чёткую сумму, чтобы просто как бы не морочить голову ни себе, ни вам. Я бы очень рада была её издать. Я просто не хочу совершить работу в пустоту. И мне надо, чтобы эта книжка вышла, и чтобы она пиарилась, и чтобы они писали медиа, которых осталось очень немного. Это всё требует работы, связи. Но они есть и денег. Да, это так. Перед тем, как мы перейдём к следующему вопросу, я напоминаю всем, что хаос – это не бардак, это высший потенциальный порядок, определяемый субъектно, то есть вами. Итак, Алина, как вы относитесь к лжи в межличностном и общественно-политическом контексте? Считаете ли вы, вернее, берёте ли вы её на вооружение как средство достижения цели? Ну, я хочу вам сказать, что политика правдорубства, да, или политика вот абсолютной такой откровенности – это уже и не политика. То есть политика подразумевает некоторое нелукавство, некоторую дипломатичность, некоторую обтекаемость, некоторую недоговариваемость и так далее. Но вот именно, что прямо враньё – нет, я этого не хочу, не люблю и не буду делать. Прекрасно. Сегодня все вопросы исчерпаны. Господа, я призываю помогать нашему каналу о том, как это сделать, будет в описании видео. И что-то, может быть, ещё Алина хочет вам сказать? Ну, я ещё тогда покажу, какие книги есть. В тот раз мы их не показывали. Значит, «Цивилизация, хаоса» – тот самый хит. Смотрите, цена его на ресурсе Редеро уже приблизилась к той цене, которая у меня с подписи, то есть книга с автографом стоит столько же, сколько вы чуть дороже, чем на ресурсе. Книги стремительно дорожают, поэтому успейте купить сейчас. Ну, вот это я ещё раз напоминаю, что я очень буду рада, чтобы мы смогли проспонсировать и переиздать эту книгу. Что есть ещё? «Человек с синдромом дна» осталось немного у меня, но вы можете купить также на ресурсе Редеро. Это также эссе Афоризма, это то, что можно почитать перед цивилизацией хаоса как нечто вступительное. И также записки материалиста из поэзии «Чёрная икона русской литературы» вот переиздание этой детской книги «Мёртвых. Иной любовью» того же самого издательства «Перископ». Также я прошу вас рассказывать своим друзьям и знакомым о нашем канале, поддерживать нас донатами. Это обязательно, потому что мы целиком и полностью зависим от вас. Мы же, в свою очередь, будем выходить чаще и будем стараться делать наши эфиры интереснее. Вы можете присылать вопросы заранее, уже и под это видео, и в комментарии к постам. Ну и, собственно, всё. Всем, кто спрашивал о коте, большой привет от кота. Но сейчас он спит, и мы не будем его беспокоить. «Ибо сон кота освящение». Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok